Приятного аппетита, товарищ инженер! Меня зовут Фёдор, вы на канале FIDISPLAY. Это игра в Dyson Sphere Program, и мы продолжаем строительство сферического кота в вакууме. Кот проплывает мимо у нас. Примерно так это выглядит. И давайте посмотрим по сфере, что у нас тут происходит. Традиционный небольшой осмотр. Так, ну, внешне эта сфера практически готова. Плюс тут внутренняя тоже потихоньку заполняется. Давайте, кстати, посмотрим, что тут происходит. А, ну она тут в целом конструкции уже, ну, фреймы сами, все какие я до этого назначал, готовы. И активно паруса заправляется. Давайте тогда поставим на паузу и ещё достроим. Я просто это всё по чуть-чуть делаю, иначе это будет просто задолбывать. Так, сколько тут? Раз, два, три, пять секторов. Раз, два, три, четыре. Ну, тут тоже пять тогда сделаем. Так, как-то так. Сюда. Ну, тут топ-контент. От этого, к сожалению, не избавится. Так, сюдыть. Я не хочу делать её во вращении, иначе тут ошибки неизбежны будут. Так, сюдыть дальше. Тебя здесь. Тут можно целую математическую задачу поставить. Как обойти все узлы за минимальное количество проходов. Ну, типа, вот, что-то типа такого делаешь. Хоп-хоп-хоп. Всё в тупик. Знаете, есть такие игрушки детские. На смекалку. Вот тут что-то типа такого нужно сделать. Так, сюдыть. Половинка готова. Раз, два. Я не знаю, как быстрее будет. Ну, или так, может быть, делать. Просто сначала параллели провести. Затем уже меридиан построить. Так, сюда. Дальше. Эта внутренняя сфера, она исключительно для генерации фотонов у меня сделана. Тут, конечно, может быть по ресурсам не так эффективно, как если бы я строил её у какой-то другой звезды. Более яркой. Но мне сейчас очень сильно не хочется этим всем заморачиваться. У меня тупо энергии нет. Пока что. Ну, а с другой сферы можно было бы и энергию генерить и фотоны, и всё остальное. Так. Сюда. Опять же, тут так-то довольно быстро всё это прокидывается. Если по чуть-чуть делать. Прям даже не надоедает. Надо было давно так сделать. Просто по чуть-чуть накидывать в каждой серии на вентилятор. На вентилятор сферы. И было бы окей. А то тут пол серии всё это расставлять задолбывает. Так. И теперь покрытие внутреннее. Так. Сюдыть. Дальше здесь. Ну, пускай ракетки собирают. Мы прямо и генерацию увеличим, и все дела. Сейчас. На, посмотреть, сколько процентов у нас используется. Ну, и сколько не хватает. Точнее, даже так. Да, правильнее будет. Сколько не хватает процентов. Снимаем с паузы. 62,9. То есть, мы еще на 37 процентов имеем недостаток по генерации лучей. Кстати, тут где-то написано, ну, технология, которая рассеивание лучей убирает. Я что-то до конца так и не посмотрел, как это работает. Да ладно, фиг с ней. Так, у нас сейчас какие задачи на сегодня? Начинать надо всегда с постановки задач. Вообще, я бы хотел для начала посмотреть, что у нас там по науке происходит. Нет. Начнем сначала, с чего мы обычно начинаем. С топлива. Я всегда проверяю топливо в последнее время. 2000 из 8. Топливо пошло в плюс, кстати. Ну, то, что отменили там потребление антиматерии на науке, это хорошо. Надо где-то к середине серии посмотреть будет, к середине эпизода, что там по топливу будет. Если оно накопится, то, в принципе, можно возобновить. Исследование будет на полную катушку. Так, здесь, значит, синие кубы полные, красные полные, значит, этих башен хватает. Желтые. Желтых мало, надо тут добавить. Здесь уже у нас ленты идут нормального качества, Т3. Так, соответственно, протягиваем сюда. Это идет взад. И просто копипасту. Тут ничего хитрого. Прям все одинаковое. очень быстро клонируется. В этом плюс. Фиолетовое, скорее всего, тоже тут не доста... Ну да, такая же проблема. Там можно, конечно, по рейтам посчитать, но мне реально заморачиваться с рейтами сейчас неохота. Проще просто добавить и смотреть, как там в потоке будет работать. Так, сюда. Тем более все это очень быстро клонируется. Прелесть модульных решений. Так, отлично. Зеленая. Ну, зеленая просадка здесь. Я думаю, здесь тоже имеет смысл добавить. Хотя здесь можно половинку было бы построить. Но я добавлю полную. Так. Ты пойдешь до... Да, блин. Ты пойдешь до этой линии. Так, взад. Возможно, придется сейчас на Мол слетать. Забрать еще в лабораторию, потому что, возможно, мне их не хватит. Здесь, конечно, мне спиннеры еще уже не притащили. Так что тут видно, ни хрена. Да, не хватает. Тогда летим на Мол. Ну, еще одну лабу поставить нехватающую. Хотя нет, подождите, мне же лаба принесли уже. Или это я по высоте уперся уже? А, ну да, по высоте все готово. Так, теперь с белыми кубами. Тут белые кубы полная загрузка. Здесь этого хватает. Тут фиолетовых недостаток ощущается. Здесь фиолетовый нормально. Ну, фиолетовый увеличили производство. Сейчас, возможно, по некоторым ресурсам еще просядем, но пока, пока что так. То есть, оно с орбиты выглядит с космосу. Примерно вот таким образом. Хорошо. Это у нас готово. Следующее. Так, тут еще у нас по ресурсам очень медленно добывается, блин. Возможно, еще было бы неплохо немножко отсыпки сделать, чтобы, опять же, размазать рутину всю по сериям и за раз это не делать, потому что, ну, реально задолбывает. Ну, или посмотреть по продакшену, что там у нас, какие проблемы в данный момент. За час производства. А, ну, тут резко производство пошло, потому что я добывать начал железную руду. Она добылась и заполнила все буферы. Кремний тоже норм. Титан. Титан в плюс идет. Здесь камень тоже пополняется пока уголь пошел в плюс. Тут какой-то пик добычи. Фаерайз тут, в принципе, нормально все. Плюс-минус в балансе у нас идет. Но, учитывая то, что тут пила, соответственно, просто корабли вывозят. Здесь ровно то же самое. Кимберлит проблем вроде них нет. Оптические кристаллы тут тоже все нормально. Пиком идет. Спинеформы 11 тысяч. Ну, эти в плюс пошли, наконец-то. Дальше железный слиток тоже идет в плюс. Производство пока накапливается. С медиа то же самое. Пошел плюс. Пошло накопление. Кремний. Вот тут ощущается некий недостаток. Возможно, имеет смысл поставить сейчас цех по переплавке кремния. То, что продакшн в продакшн уперлись, а потребление здесь прям скачкообразно выросло. И сейчас потребление даже больше, чем производство. Поэтому оценили до кремния и сейчас слетаем, воткнем цех. Возможно, тут какой-то модернизировать можно. Ну, вот этот, например. так, а смогу ли я поверх этого цеха шлепнуть вот этот мой? Давайте проверим. А, ну он, в принципе, такой же в длину и есть. Так, тогда задача здесь сводится просто к обрейду. К обрейду полностью всего цеха до печек. В два раза у нас производительность повысит. Это, конечно, затраты по энергии будут, но я не хочу плодить сущности. Там кто-то из зрителей, не помню, кто, писал в комментарии, типа, нафига я вот эти печки ставить, у них энергопотребление конское, лучше два массива предыдущего грейда воткнуть. Два массива я воткну, у меня, блин, тогда нагрузка пойдет. Два массива, это больше объектов в области. Тут и так FPS, FPS страдает. Ну, я термины факторки, опять же, но все понимают, да и в принципе по кремнию, ну, сейчас можно будет опять же посмотреть, какой это даст результат. Тут у нас блоки выходят, лишь бы их хватало пропускной способности по лентам. Ну, вот его не хватает, надо еще один цех разворачивать. В принципе, здесь вполне в это место он влезет. Давайте тогда сюда поставим. И, возможно, здесь тоже следует сделать ну, запрос с нашей системой будет, а тут я поставлю, чтобы кремнии вывозили и из других систем. Типа такого. Я уже определился, ну, несколько там эпизодов назад было принято решение полоской это обозначать. Так. Сюда и ждем, пока расставят. Тут вроде даже все косяки уже были починены. хотя я не уверен. А, ну да, тут тоже манипулятор починен, так что все окей. Хотя можно было вот этот цех закопипастить, чтобы здесь не выставлять сейчас рецепты. рецепты с этой всех херней. Ну да ладно, раз уж поставил. Так, тогда копирить силикон и делаем копипасту. Ну да, здесь, блин, по-человечески не скопировать будут, смещения идут. Да, печаль, беда. Блин, ладно, в виде исключения давайте адским методом. Я просто очень быстро нажимаю кнопку копирования. Тут вроде контраст сейчас хороший, будет видно, где... Ага, здесь рецепт не установился. Будет видно, где рецепт не поставился. Так, накидываем сюда. Здесь. Накидываем сюда. Все, готово. И отмечаем полосой зеленой. Вот по этой линии. Так, зеленая минимального размера. То, что здесь у нас запрос будет из других систем. Но у меня такое условное обозначение. Local demand на 1000 поставили. Сюда этого товарища сразу закидываем. Тут запрос на warp в количестве local demand remote storage. Ну, тут по 160 дрон уже таскают. я в принципе не буду менять ничего в плане вот этой вот загрузки. Пускай там сколько привезут, столько привезут. Остальное оставляем как есть. Здесь запрос remote demand local demand. как-то так ставим размазать ее. И тут на выход у нас идет копирить silicon remote storage local supply. станцию настроили. Корабели сами тут разберутся. Ну, и отсюда понятное дело выходит руда. Отсюда выходит руда. сразу естественно обрабатывается. Отсюда и здесь. конечно немножко тут не симметрично как-то получается по ресурсу, но в принципе меня это особо не парит. Все, эту проблему мы чуть-чуть порешали. Сейчас в принципе на графике должно быть видно то, что у нас такое изменение пошло. Должен быть прирост по кремнию. Пошел вверх, и мы в принципе за 10 минут можем пронаблюдать. И здесь на цифрах тоже видно то, что у нас продакшн превосходит потребление. Окей, с кремнием порешали. Смотрим дальше. Титан 2400, 2400. Титана сейчас тоже начинает не хватать, но проблему с титаном можно решить дополнительно наверное, хотя не знаю хватит ли мне вообще в целом производительности здесь у моих цехов. Не, ну титана здесь вроде хватает, в чем проблема пока что не совсем ясна. А найти где еще один цех с титаном их бы сгруппировать конечно всех, но группировать это надо их разбирать строить заново мне впадло. Так, тут стекло. Сейчас заодно и посмотрим. Ну просто можно в титане запрос сделать точно так же прямой сюда. И хаб в итоге будет у меня как такой как распараллеливание производства но в том числе как буфер пойдет. Я думаю это в принципе будет удобно. Титан вроде вообще только в одном цехе делается. Вот тут сливается иконка с цветом этих автоматов не совсем хорошо. Здесь тоже сливается. Что-то им надо с этим сделать. Либо контраст как-то поднимать либо я не знаю. Ну им это разработчикам. Вообще я бы категорически был за то чтобы они какие-то не знаю какие-то метки ввели как факторки на карте метки есть. Это бы вообще сильно упростило навигацию и возможность перехода к этим меткам. То есть нажал метку где-нибудь в окне в каком-нибудь отдельном интерфейсе вывел и у тебя камера туда сразу переместилась. Это блин настолько облегчило бы жизнь простым работягам. Но к сожалению видимо разработчиков свое видение вот этого всего. Может быть они даже и не играют в свою игру. Хотя нет наверное поигрывают немножко. там Катюха которая у них забеременела стопудово играет сейчас. Что еще в декрете делать в китайском. Я правда хз есть у них там декрет или нет. декреты Ну пока все же непонятно. а здесь тут мелкие цеха. Но мелкие тут не пойдут. Мелкие все-таки с хаба таскают. Да титан нигде нет. можно в принципе на будущее цех впендюрить один. Чтобы просто не думалось об этом прямо сюда воткнуть. тем более место есть. 2400. Но оно сейчас в балансе идет. Тут так не сказать. Может быть на 10 часов графика виднее будет. Оно плюс-минус одинаково. И я думаю да имеет смысл добавить. Пускай у нас как-то все же запасец будет небольшой. Причем наверное так а что здесь за проблема с поставкой? А в общем мне нужно еще емкость этих своих корабликов увеличивать. Немножко тут нехорошо получается с этим поставками. Вариантов два. Либо скопировать текущий цех который есть либо поставить заново. Мне наверное проще будет скопировать текущий и добавить в него возможно полет через ворб. Чтобы не дублировать просто эти рецепты меня-то задолбывает. Так. Ctrl-C Значит копия Ctrl-V Лишь бы пролифератора в первую очередь привезли. Так ставим сюда чего не хватает? Не хватает ленту. А тут еще и ленту Т2 что-то надо с этим сделать. сейчас пройтись посмотреть по апгрейдам. Что за фигня? Тут я надеюсь Т3 ленты все. А ну пролифератор сразу сюда прогнали. В целом я думаю его достаточно быстро сюда притащат. Делаем тогда сюда запрос на минимальное количество local demand remote storage и позволяем корабелям летать с помощью ворпов. Что-то долго пролифератор тащит. ну все, поехала. Блин, давай расставлять. Алло, дроны, почему вы вот это так долго ставите? Вы что, дурные? вот идиоты, а? Ты ведь что, там с ума сошли? Подожди, а тут что, Т2 лента здесь? Вот она, где тут гадина закралась. Только не надо говорить, что здесь тоже Т2. Нет, здесь Т3. тоже надо заапгрейдить, а потом опять ищи-свищи эти косяки. Так, ну отлично. В общем, сейчас руды сюда навезут, Титан мы немножко подняли по производству. Так, тут надо закинуть логистических дронов. Почему-то они не скопировались, а здесь они есть. А в этой башне может быть их тут тупо не хватает. А, тут 50 все, давайте до сотки увеличим. Че их жалеть? Это вообще можно на максимум тут что тут тоже херней страдать. Так, тут максимум уголь уголь тоже на максимум поднимаем. Пускай сейчас уже можно на максимум поднимать. Пускай буфер будет. Это даст в случае каких-то там кризисных ситуаций время мне для их решения. Хорошо, это все можно оставить как есть. Бог с ним. Можно, конечно, сразу здесь добить было бы цеха, но графита в принципе пока хватает и смысл тут с углем заморачиваться. Но его пока нет. Давайте по электроэнергии посмотрим, что у нас. Сразу нагрузка возросла. Причем так нехило. Я думаю, можно еще одну электростанцию поставить на шарах. Там мне нужно 16 шаров, да, вроде бы, на одну. Давайте шары котика заберем и поставим еще одну станцию. Она в том числе тоже будет как буфер выступать. и можно количество топлива запрашиваем его там тоже увеличить. Станция у нас с той стороны. Периодически все-таки идет оптимизация некоторая. Но это хорошо, что сейчас вот здесь это топливо как буфер выступает. 700 маловато. Давайте до 2000 поднимем в каждой. Тут 2000 и тут 2000 правда на четвертый блок немножко не хватит, потому что у меня тут столько топлива нет. Но сейчас пошло массовое производство этого топлива. По возможности конечно. Ну как тут только антиматерию завозят. так здесь у нас давайте опять немножко топ контентом займемся. Вообще вот это озеро здесь надо или нет? В принципе нафиг оно не нужно. Можно полностью заливать бетонием. бетона у меня пока хватает, так что чего-то его жалеть. Прямиком до этой линии. Так. Оп. А. Вот пятно осталось какое-то. Дырк. И сейчас нужно сектора обозначить. Тут у нас они разноцветные идут. Так что другим цветом не проблема будет. А. Ну я подожди, а сколько взял? 16. Ну да, тогда две поставлю. То есть у меня будет пять электростанций. А. 12 на одну выходит. Тогда она 24 взять будет. А две еще воткнуть, пять было. и в каждой из пяти по две тысячи топливных ячеек это в принципе будет неплохой буфер по энергии и тогда можно будет упаровываться уже в науку. Энергобуфер на... Хотя можно конечно и аккумуляторов навтыкать. Тут в принципе аккумуляторы есть, но мне неохота с ними заморачиваться. с аккумулятором прям вообще. Сколько там в аккумуляторе хранится? А вот в этой энергии гораздо больше, чем в одном аккумуляторе ты схоронишь. Тут в нем 7,2 гига джоули, а в аккумуляторе в заряженном... У меня кстати где-то вроде был на моль. Давайте посмотрим. 7,2 гига джоули, а здесь в заряженном аккумуляторе 270 мега джоули. Ну вот куда? Хотя если его установить, может быть конечно там в нем и больше будет, но по сути тут же в одной ячейке в топливной сколько там гига джоули мы насчитали, а в этом всего ничего. Возить в бочках электричества я вообще не сторонник такой идеи. Там кто-то в начале сезона предлагал построить гетосферу хер знает где, туда-сюда возить транспорт возить электричество это консервированное. нахер. Не хочу этим заморачиваться. Дресня на мой взгляд. Так что нет. Так у вас дальше опять четыре блока пропускаем. Четыре блока сюда идут. Здесь четыре пропускаем и четыре. Тут по-моему один вот этот квадрат на пять клеток по-моему он вылетает. нестыковка по цвету пошла блин как так получилось что за фигня черный где ошибка черный белый черный белый два темных будет блин что-то какой-то просчет произошел черный блин что-то херню делать ладно пускай туда и белых пока подряд будет потом может быть здесь узор нарисуем может быть в игру к тому времени пока до сюда дойду лампочки введут я котика из лампочек сделаю будет у нас сферический кот в вакууме и кот из лампочек что еще надо так а тут ну тут в принципе тоже можно целиковую линию у меня бетония хватает я сейчас полную отсыпку сделаю в принципе эти лужи нафиг не нужны так как-то так будет ну тут можно было в принципе и темным бетоном сразу засыпать а ну кстати тут вроде это двойной цех был можно его в принципе было бы двумя светлыми полями сделать либо энергоблоки как-то выделить одним цветом если их тут допустим пять будет хз короче не знаю нестыковка получилась ну бывает весь феншуй поломало тут сейчас партия перфекционистов начнет возмущаться в голос в голосину просто ну я ничего с этим поделать не могу ну что есть такое разделение по сфере идет что вот сделаешь страдать только и остается я это сейчас подрихтую сначала на вот этот участок подрисовать подрисуем до конца и можно поправить так хорошо этот сектор готов и здесь светлая отсыпка нет еще не до конца о как-то так ну не знаю я посмотрим может быть здесь что-то какое-то что-то уникальное тут если сделать так тут что у нас выработка это можно выпилить наконец-то как жаль что тут наконец-то все выработалось не ну реально когда-нибудь двойной цех сюда воткнуть и она в принципе гармонично смотреться единственное что конечно если делать то лучше все-таки здесь напротив то же самое пиндюрить ладно будет видно сейчас задача поставить две электростанции таких одинаковых а ну и тут я тоже хотел досыпать сразу на разу чтобы в два раза не вставать тут все традиционно так что давайте дотащим сегодня серия немножко про отсыпку у нас ну когда-то это надо было сделать тут кстати от этой башни можно было бы избавиться и поставить здесь добычу с большого бура не знаю только тут влезет не влезет что-то наверно ни хрена тут не влезет а нет влезает вроде бы ни хрена не влезает последняя мандула никак заходить не хочет тогда сделаем через вот этот вот способ и просто заведем это лентой внутрь так что-то у нас поуглю 69 это можно выпиливать отсюда кыш и у нас будет неплохое подготовленное место прям площадка здесь осталось запустить производство добычи точнее уголь можно скинуть сюда так хорошо докуда у нас дойдет отсыпка здесь тут тоже все выработалось как хорошо сразу столько всякого лишнего тут убирается здесь тоже готово это выпиливаем тут какие-то сопли выезжают это я сейчас закину тоже в бур сюда блин выпиливайся так ну эти столбы здесь нахрен не нужны вроде ничего не поломалось все работает сюда точно так же сейчас накинем вот этот бур и надо в него все железную руду скинуть все за так не понял отключилось все-таки столб надо оставить так теперь здесь тут целая куча отсыпки у нас пойдет топ контент я тут так активно воду засыпаю надеюсь она мне в ближайшее время в больших количествах не понадобится а то иначе тут будет фиаско сейчас вроде пока добычи воды хватает плюс там еще запас так-то есть по месту откуда еще можно добывать дополнительно насосов повесить аккуратненько чтобы не заехать куда не надо всю экологию нарушили что такое просто сплошные стали бетон во как-то так и по сути тут у нас целое кольцо получается уже обмазанное здесь небольшой участок остался сейчас туда приду а ну в принципе я так здесь и нахожусь и в целом вся эта шапка будет у нас под бетони неизвестно правда откуда облака доберутся если у нас тут ни воды ни хрена нету хотя они может быть и не водяные конечно любые могут быть правильно пол серии топ топ что может быть веселее так тебя убираем это в принципе тоже можно выпилить что он тут будет мешаться да эта лента не нужна здесь тоже какие-то сопли остались буквально 3000 и 9000 но это я пока оставлю как есть все ура так обозначено но небольшие косяки остались чем гастарбайтеры плохо делали 12 тут совмещение блин все-таки бесит то что вот она вот так получилось то что они не бьются ровным счетом но сами цеха зато плотно встают в принципе тут все читаем и давайте еще здесь сколько-то сделаем и достаточно сегодня с отсыпкой иначе я задолбался уже на какого-то я не знаю специально обученного рисователя по бетону нанимать на это дело готово ну тут по две клетки идет о готова технология у нас это хорошо это причем у меня ведь сейчас антиматерия вроде на науку особо не идет я же там прекратил подачу правильно в прошлый раз да это они еще из старых запасов делают здесь и здесь тогда так что у нас хватает синих кубов хватает сейчас проведем инспекцию хотел сказать дегустацию чуть оговорочка не произошло желтых маловато потому что у нас кончились титановые кристаллы у нас есть альтернативный рецепт на них или нет не альтернативного нет то есть тут именно кристаллы и титан так подождите мы же по титану вроде усилились что не так с титаном сейчас все нормально потребление стабильно идет на продакшн за 10 минут продакшна больше за последние 10 минут но это за счет вот этого можно по минуте даже смотреть не с титаном все нормально почему с титан да с титановыми кристаллами проблема где они вообще 506 там по ходу производства не хватает ладно сейчас я дорисую тут хотя бы вот до сюда потом посмотрим по кристаллам надо будет станцию поставить электрическую сюда вас вас до сюда тут так по крайней мере уже видно будет где у нас идут блоки производственные но до сюда будет достаточно думаю по крайней мере уже что-то более-менее понятно вырисовывается господи надо ровно тупо вниз идти тогда нормально а если там чуть-чуть шаг в сторону делаешь сбивается все и вот такая фигня происходит или тупо вверх да еще две доделать гребанат закончится начнется другой гребанат вариантов нет либо один гребанат либо другой зеленкой накосячили все как-то так оно получается но тут надо это потом в следующий раз я утомился просто разукрашивать здесь уже так а тут откуда у нас пролифератор доставляется но вообще здесь нужен не нужен по идее сейчас пролифератор нафиг не нужен но наверное для безопасности все-таки имеет смысл его поставить тут по идее так не здесь по идее все топливо оно под бустом идет ладно оставим но тут я сделаю вот так значит копия control v сюда и сюда так одна часть пролифератора поехала вторая часть тоже поехала сколько мне не хватает 8 8 шаров запрос здесь в целом сформирован сейчас надо забрать 8 шаров и в целом станция будет готова и дальше посмотреть что у нас по кристаллам происходит потому что там какая-то бодяга была где у нас мол скоро наверное указатели какие-то в виде стрелочек рисовать будет типа где мол находится но тем более когда вся планета одинаково серая будет тут вообще заблудиться можно будет котейка у нас вылезает за горизонт так 8 шариков 8 шариков ну блин игра наводись можно в принципе какими буквами там написать по одной клетке если что-нибудь написать там типа я не знаю там cat power что-нибудь такое все все сейчас ждем пока забьются все буферы топливом топлива у нас пока что ни хрена нет и будет хороший запас так тут выстрелы здесь ладно это пока оставим в покое по сфере значит что у нас происходит ракеты летят с ракеты что-то задницу катат древо не спешат сюда как-то паруса в эти места залетать потихоньку летят конечно так внутренняя сфера ну здесь пошло уже застраивание потихоньку окей по энергии 67 процентов 13,9 гигаватт так сами сферы 142 гигаватта здесь 991 тут 2,46 типа планируемая генерация у нее или что-то обозначено или текущее не совсем понятно но скорее всего текущее так и осталось нам как минимум проверить кристаллы что с ними там за проблема была кристаллы где-то у меня около мола вроде производились но хрен знает тут фиг что найдешь нет так я тут полетами этими ничего не добьюсь включать режим карты искать разработчики пожалуйста сделайте какую-то удобную навигацию по этому по всему прямо вот на свой китайский новый год чтобы пришел китайский дед мороз и услышал вот этого ну серьезно это же блин катюха он услышал наш понесла нас то услышите и обычных этих заводчанинов подпивасников автоматов что-то что-то такое я блин пока это искал забыл что ищу господи еще не видно ни хрена сливается все им надо знать что сделать чтобы вот эти иконки здесь были в какой-то в рамке черном чтобы она контрастировала на фоне вот этих синих автоматов а то так получается что автомат синий иконка синяя и все смешалось люди там кони лошади блин да где же эти кристаллы куда я их девал очень удобно да ну это блин реально праведный гнев ну какого хрена почему мы простые работяги должны так страдать на этом заводе на заводе который сам же сварганили а ну вообще так давайте включим бошку раз у нас эти кристаллы идут на науку соответственно они около науки должны быть идем к науке и ни хрена не находим а вот они блин чертовы ну тут два на один продакшену не хватает в принципе я могу большой цех воткнуть так либо несколько мелких в принципе здесь и мелкие справляются и я думаю что можно тогда сделать клон вот этого цеха и поставить рядом несколько штук ну два таких воткнуть чтобы просто пока не думалось на первое время вообще по большому счету его надо отсюда убрать и поставить в другом месте три цеха таких это будет идеальным решением чтобы я мог здесь спокойно разместить еще производство белых кубов то что тут вроде еще позволяет да так и надо сделать единственное что где тогда поставить этих три цеха вот это засыпать но я сегодня отсыпкой и так тут уже умотался заниматься но с другой стороны как бы тут у меня выбора это особо нет воткнуть три цеха и пускай там в них буфер копится да давайте так и сделаем тут в целом не особо многое засыпать так ладно зеленку сейчас поправим я уже вроде даже приноровился тут это быстро делать относительно ну прям сегодня вообще любители посмотреть на то как я засыпаю бетон наверное ликуют просто лютым ликованием ну или поспать под это дело тоже неплохо или поесть что-то давно не интересовались кто че ест кто там че хавает шашлычок там не знаю мошлычок салатик все дела я вот сегодня как борщица не могу себе сварганить хочется но что-то это как-то руки не доходит так грустно конечно ну блин на в магаз сходить купить готовый короче утолить там голод жажду вот этого всего и и опять забыть на какое-то время так то все икра да икра заморская баклажанная окей три блока готово значит приступаем к рефакторингу я вот не знаю там т3 все производство или нет надеюсь что да контрол в бы конечно желательно чтобы пролифераторы сразу притащили но вроде понесли ладно здесь не особо много проблем будет если пролифератор чуть позже притарабанит теперь временно отсюда улетаем и делаем вот это на supply все этот цех опустеет можно будет выпилить его мы просто увеличили в три раза производства все пролифератор готов возможно что-то тут не пролиферировалось но скорее всего ресурсы уже прям обработанные привезли так что нормально задача по сути только все это расставить да все кроме кристаллов но это не важно там какие-то сопли потеряются главное что все это быстро никаких геморроев утроения производства так хорошо здесь хорошо здесь очень хорошо ну сейчас можно будет пронаблюдать что у нас там с этими кристаллами произойдет скорее всего все нормально будет ну в том плане что по-любому производительность то вырастет прямо сейчас даже пронаблюдаем ну хотя тут на этом на мелком ну вот прям дышь 600 500 consumption 500 production 600 на 10-минутном графике это очень хорошо видно но на минутке вообще ничего не видно а вот но на минутке прямо в 3 раза разница как раз 3 цеха трехкратная разница на часовом вообще ничего не видно будет наверное но на часовом тоже видно что production сильно вырос ну нормально останется дождаться вот этого хотя я здесь прям пометку поставлю сейчас красным кубом то что это под снос ой не кубом этим красной меткой короче и здесь надо будет поставить производство белых кубов думаю о белых кубах и говорю другое ну в принципе здесь тоже наверное имеет смысл добить это производство посмотрим где у нас не хватает а зеленый полный фиолетовых не хватает прям соусем и желтых не хватает красных норм синих норм да фиолетов желтый надо добавить печаль беда какая-то причем все столбы работают говорит Москва работают все остальные вот у нас то же самое блин возможно придется где-то еще производство науки потом разворачивать если упремся мы вот в эту проблему так что тут такое не в ту сторону направил как так все максимальная высота пошло производство отлично и фиолет а вот у фиолета по-моему не хватило нет все нормально по высоте да еще 26 но тут спиннеры видимо натаскивают я как всегда не вижу ни хрена и еще можно даже поставить по одной лаборатории чтобы полностью забить и прямо такие сектора хорошие получаются все это обозначено так тут у нас все выработано тогда давайте это выпиливать хватает мне да материала хватает точнее не материала вместимость опять думаю об одном говорю второе мультитаск начинает страдать надо наверное идти отдыхать запишу эту серию и пойду отдыхать а то уже подряд целая куча записана как раз потом можно будет на досуге насчет котика подумать что там у нас будет и так здесь у нас блокаут локальный случился столб должен быть не тут столб должен быть подожди сколько тут отступ вот здесь должен быть столб ну лаборатории вроде хватает я думаю в принципе можно копипасту делать и увеличивать производство белых кубов блин какого хрена я нажал копию и мышка навелась на шар ну алло интерфейс что с тобой не так блин бывает же атаку все и тут обязательно нужно предотвратить поступание необработанных белых кубов остальное не критично я просто так делаю хотя конечно блин тут сейчас антиматерия тогда где здесь выходит тоже запрещаем выход что наука вся под бафом выходит пролифератор еще везут хотя антиматерия я не знаю может она тоже баф на то приедет я не помню там как у нас организовано но на всякий случай лучше это все таки заблокировать отлично пролифератор проехал приехал можно вернуть обратно подключение все сейчас вопрос будет только в антиматерии и сможем спамить дополнительно белые кубы вот как-то так усилили производство сейчас три цеха которые белые кубы клепают один который потребляет но тут можно еще башню навтыкать в принципе можно даже сейчас это сделать дополнительную поставить вот как-то так немножко мы бустанули наук я не знаю какой-то херня по-моему занимались половину выпуска хотя что значит херней ну блин красоту навели увеличили науку увеличили энергетику в принципе так-то много полезного сделали единственное что пока тут конечно чуть-чуть не хватает по топливу производства а но и антиматерию туда не повезут потому что сейчас по идее вся антиматерия должна сюда как раз таки на производство топлива уходить да как раз таки вот здесь ну показывает то что сюда она идет а тут у меня по идее оно заблокировано сторич стоит здесь стоит сторич фиолетовых кубов не хватает на деманде придется ждать пока не накрафтится тут конечно с этим все печально возможно придется еще одну башню добавлять ну тогда может быть мы конечно провалимся по этим ресурсам которые тут накрафтят кубов так давайте по сфере посмотрим что у нас там когда уже блин вот эти остатки кота туда делаются никак не хотят сюда паруса лететь можно конечно орбиту было бы поменять на которую паруса будут выстреливаться где нить ну как не знаю вот так по диагонали сделать эту орбиту понятно что вот в этой плоскости орбита никакой не получится она плоскость орбиты через центр проходит через центр звезды ну или тупо подождать пока то все заспамится как бы не проблема ладно с этим тогда позже но я думаю на этом наверное серию буду заканчивать во первых я подустал во вторых тайминги подходят к концу вроде тут разбалансировали некоторые производства усилились чуть-чуть вон по кремнию по титану так что здесь в этом плане сейчас чуть получше должно быть кремнии правда везут там из жопы мира но здесь но здесь некоторый запас есть так что пока более или менее держимся а ну да я же здесь не обозначил линии мы же титан отсюда тоже запрашиваем давайте обозначим а то так забудешь потом вспоминай линии этой я напомню я обозначаю станции которые межзвездную логистику используют то есть тут логистика межзвездная идет здесь нет чтобы понятно было что где происходит потому иначе не найдешь ладно на этом теперь точно все надеюсь было интересно и занимательно кто хотел поесть поел кто хотел уснуть уснул до свидания